Социальная сплоченность, открытое общество, равные возможности. Перед участниками форума с таким громким названием и задачу поставили немаленькую. За дни работы конференции на стратегических сессиях представителями федеральных и региональных органов власти, депутатского корпуса институтов развития социальной сферы страны разрабатывались дорожные карты. По результатам сессии компетентное жюри утвердило региональный образ будущего социальной сферы России и дорожную карту его достижений. Мы планируем, чтобы нашу цель, нашу форму в виде региональной социальной инициативы услышали во всей Российской Федерации, обсудили ее с нами и сделать общенациональной. Деловую программу форума сформировали четыре смысловых блока. Презентация предложений по развитию социальной инфраструктуры и кросс-технологий прошла на выставочной экспозиции. Институты развития социальной предпринимателей и НКО представили проекты, внедрение которых поможет изменить подход к реализации социальной политики, создаст базу для улучшения условий труда и роста его производства. Случайно выбран слоган «Создай свой образ будущего», образ социальной инициативы, образ социального развития. Мы сегодня говорим не о социальном обслуживании, не о социальной помощи, мы говорим о социальном развитии, потому что каждый человек он талантный, и каждому человеку необходимо дать возможность найти себя, реализовать себя. Правительством Ульяновской области было подписано два соглашения о сотрудничестве. Первое с Национальным агентством социальных коммуникаций, второе с Российским государственным социальным университетом. Подписание соглашения между Ульяновской областью и Российским государственным социальным университетом является таким стратегическим шагом вперед в области поддержки и развития очень важных проектов. Конечно же, это национальное движение Обилимпикс и все те инновации, которые может дать регион, как регион, один из лучших центров компетенции в области WorldSkills. В рамках развития проекта «Мобильная социальная служба» десяти водителям Ульяновской области были вручены документы на новые автомобили. Нам уже давно требовалось обновить наш автопарк. На этих машинах мы будем выезжать на адресную социальную помощь, и, соответственно, тем самым они нам будут помогать эти машины передвигаться по городу, перевозить сотрудников. Также в рамках форума соглашение о минимальной заработной плате в регионе было подписано между Областным союзом Федерации профсоюзов Ульяновской области и Объединением работодателей. Гульнара Шарипова, Юрий Тимонин, репортер 73.